Такая дамба представляет собой быстровозводимое противопаводковое сооружение рукавного типа. Диаметр может быть до полутора метров. Изготовлена из прочного многослойного композитного материала. Такого, что и ножом захочешь разрезать, не получится. Рукав заполняют водой и устанавливают в необходимое место. Развернуть такую конструкцию и привести ее в рабочее состояние можно всего за полчаса. И при минимуме специалистов. При этом одна такая водоналивная дамба может заменить тысячу мешков с песком. Перегородить ей русло, конечно, проблематично. Вот в качестве способа водоотведения такие дамбы прекрасно себя зарекомендовали. Таким способом защиты, как наливные дамбы, МЧС пользуется уже более 10 лет. Они спасали жителей населенных пунктов Дальнего Востока во время масштабных наводнений в 2013 и в 2019 годах. Ну а те конструкции, что привезли в Тюменскую область, сейчас находятся в Аббатском районе. Здесь они должны обеспечить двойную защиту. Это федеральная дорога Р-402, которая проходит мимо населенного пункта Аббатская. Там порядка 6 километров в пойме. И в 2017 году вода едва не перевела эту дорогу. А сегодня прогноз плюс 50 сантиметров. 4 километра федеральной трассы защитят водоналивной дамбой. Остальные участки по краям отсыпают землей. Закончить планируют к 19 апреля. Сделаем все необходимое для того, чтобы эту дорогу защитить. Она не только транспортная артерия, она еще и с южной стороны защищает сам населенный пункт Аббатская. Еще пик половодья в Тюменской области ожидается в 20-х числах апреля. Но стихия – это такое дело. Рвануть может в любые моменты и в самом неожиданном месте. Может быть, даже уже в эти минуты вода где-то выходит на пойму. Поэтому позиция тюменских властей представляется разумной. В этом деле, в деле с паводком, конечно, лучше пере, чем недо.